всем привет дорогие друзья мы продолжаем цикл программ батрак про спартак из красноярска где но сегодня знаете такое наверное достаточно будничное утро такси ра может где-то немножко не весело но что хотел сказать во первых я нахожусь с одной из самых легендарных до истории красноярска это вот скульптура которая называется три совы между прочим константин зинич и и автор поэтому ну вот сегодня я вместе с друзьями записываю выпуска четвертом матче серии ну хочется сказать о том что спартак самого начала вот просто сделал красиво во первых каспас даугвинич с ним все нормально конечно мы ему желаем здоровья но вы посмотрите что сделали его партнеры до его команда перед началом встречи на разминке какие-то спартака тренеры там помощники технический персонал взяли и повесили майку даугвинша на скамейку и представляете все приходят на арену думают а что там а там представляете майка вот так вот прям вовсю посередине каспаса даугвинша который в предыдущем матче получил повреждение у которого родился ребенок и чуть ли прям не в этот момент в общем вот такая история она безусловно очень красиво и это показывает что спартак это одна команда так ну и дальше что касается игры наверное вы знаете я думаю что в принципе стоит сказать что была боевая игра до была боевая игра соперник открывал больше чем спартак но я так предлагаю потихонечку перемотать все ближе к концовке правда упомянув а то о чем я говорил во время прошлого матча и собственно основная причина почему мы проиграли игру номер 3 как мне кажется это огромное количество удалений которая в матче под номером 4 сократилась так что вот уже и смотрите результат был получше и так потихоньку идем к концу встречи счет к сожалению 0 2 для спартака я думаю что вы прекрасно помните что сделали красно-белые в санкт-петербурге причем сделали это дважды забивали во первых а во вторых еще и отыгрывались как это было в матче под номером 2 и здесь схожая ситуация большинство концовка третьего периода казалось бы уже возможно все 0 2 но вот она большинство шайбу евгения кулика на синей линии он бросает и попадает одну отыгрывает но мы как обычно нюансы во первых сейчас не только сейчас уже всем понятно да что в континентальной хоккейной лиге забить от синей линии если вратарь все видит практически нереально и поэтому обратите внимание что делает гончаров на пятаке гончаров достаточно крупных хоккеист достаточно крупный защитник но мы в матч номер 3 это уже убедились когда была потасовка с кубуковым так вот он своими габаритами перекрыл полностью хэлберга который кстати говоря сам вот такого роста хэлберг ничего не видел кулик 1 2 причем евгений где-то может быть исправился даже немножко для себя лично за удаление которое было у него чуть раньше в общем 12 и есть еще время впереди дорогие друзья знаю что происходит когда спартак забивает на нашей арене там просто непередаваемые эмоции честно говоря вчера я даже какой-то момент очень сильно пожалел да что я не там но я себе представить никогда не мог что творится когда отыгрывается с 02 причем две шайбы залетают в ворот соперника на буквально там за 25 секунд и вот здесь внимание инверлистин после шайбы кулика когда уже соперник игра в полном составе просто напросто через левый борт хоккеист спартака выводит шайбу ассистента кстати говоря опять зубов и карсумс и вот здесь вот карсумс принимающий шайбу на чужой синий он как бы делает паузу стягивает на себя одного отдает на зубова и вроде два-два ничего опасного зубов направо лисин бросает но есть конечно как попал еще инвер просто фантастика и вот в этот момент меня даже сейчас эмоции немножко переполнять я просто видел как радовались вот просто как радовались трибуны как-то радовались сами хоккеисты это просто что-то неимоверное спартак отыгрывается два-два и игра переходит в овертайм и вот тут ну как мне кажется спартаковцы к этому овертайм подходили может быть наверное даже с психологическим преимуществом над соперником правда там вот еще было удаление до которая наложилась на концовку третьего и начала четвертого получается периода итак овертайм достаточно равная игра но вот к сожалению да спартаковцы пропускают давайте я вам попытаюсь объяснить вообще что происходит и почему так много людей недовольны конкретно этим моментом во первых кто чем недоволен спартак пропускает тренеры берут запрос на неправильный вход зону то есть на положение вне игры почему они это делают потому что честно говоря все другие причины отсутствуют то есть условно говоря нельзя там взять запрос на помеху вратарю нельзя взять запрос на там передачу на пас рукой в чужой зоне этого просто нигде не было да даже близко а положение вне игры скажем так ну там хотя бы допустим может быть на каких-то повторах его можно было найти так что тренеры спартака и те люди которые находятся наверху да которые смотрят видео они сделали максимум для того чтобы эту шайбу отменили дальше положение вне игры нет никакой помехи вратарю нет все нормально гол то есть здесь разобрались чему недовольны чем недовольны многие я прошу вас обратить внимание что в тот момент когда ярослав дебленко приезжал за свои ворота ему по моему каскеранта ударил по клюшке сверху и у дебленко клюшка из рук выпала по хорошему ну вот так вообще по правилам да это две минуты но надо делать скидку это на самом деле очень тяжело поддается объяснению это надо я не знаю самому в хоккей поиграть хотя бы там на каком-то уровне да и как-то просто понимать все-таки случаются ситуации разные да к примеру если держишь клюшку в двух руках идти по ней бьют да то надо ударить соответственно очень сильно чтобы она выпала а дебленко условно говоря разворачивался влево клюшка в одной руке каскеранта ударил и в таких ситуациях как мне кажется две минуты не всегда дается но опять же тут удар по клюшке сверху был я ни в коем случае не критикую арбитров я наоборот всегда стараюсь их защищать и я уверен что они лучше меня знают правила так или иначе вот этот момент на него обратил внимание юлиус гудочек он уже начал апеллировать к арбитру во всяком случае я так думаю что он обратил внимание именно на этот момент и безусловно может быть это где-то кого-то смутил ну а когда залетала третья шайба борода спартака овертайме к юлиусу вопросов нет и просто почему он вообще ничего не видел там перед ним тьма игроков и невозможно было найти шайбу в общем два в два серии к сожалению дома не выиграли но еще один домашний матч будет точно я уверен еще в том что зацепится команда и в санкт-петербурге вот таким получился выпуск батрак про спартак из красноярска вторая часть вместе с совами и Субтитры создавал DimaTorzok